Привет, ребята! Блог «Кучимся с Алисой» с вами. Какая-то дикая черта, очень похожая у наших руководителей сейчас. Я не знаю, как бы. Знаете, где мы такое видели? У Зинчинки. Ну, тоже член Единой России. Я надеюсь, что не вся Единая Россия такая. Вот директор Центра Севастополя Ицхаков опять одновременно говорит по телефону «Ой, да, конечно, можно встретиться». И тут же пишет ответ, в котором пишет «А что вы, козлы, хотите? У нас все нормально. И вообще мы вот сами виноваты во всем, а нам не за что извиняться, у нас все отлично». Так вот, в чем совпадение? Зинчинка меня тоже кофейком поел. Садитесь, Евгений Валерьевич, с вами сейчас будем обсуждать. Ха-ха-ха, вот тут про вас пишут всякое, но мы, конечно, их не поддерживаем. Мы такие вот совсем другие. И здесь то же самое. Пришли, значит, мы на прием к этому Ицхакову. Вызвал он своего специалиста службы по отбору этих самых, как сказать, охранников. Посидел, слава богу, что ОМОН не вызвал. Мог бы и ОМОН вызвать. А он говорит, да ладно, я сам вот бывший спортсмен, я все понимаю, это такая нормальная ситуация, с педагогом надо поговорить, детей надо учить. Поулыбались, поулыбались, значит, поговорили друг с другом. Он сказал, да, я приму мир. На следующий день, значит, сразу же после этого, сразу же после разговора с этим замечательным Ицхаковым, он у нас, я напоминаю, еще и политик, кроме того, что спортсмен, мамаша чья-то вылезла в СМИ. Гриценко якобы случайно дала комментарий какому-то педагогу. Сразу же после этого появились якобы вот эти вот все аттестации. А сейчас я ему звоню, спрашиваю, чувак, а что ты мне одно говоришь, обещаешь встречу, а потом бах, и у тебя ответ приходит, в котором ты опять фигню полностью перечисляешь. Он говорит, это типа, ой, фу-фу-фу, не звони, мне больше трубочку вешает. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация, один в один на зенчинку похожа. Мне кажется, там вообще коррупция цветет пышным цветом, потому что, когда одни и те же дети у нас, значит, и за денежку поют, и 6 лет это у нас на базовой программе двухлетний учится, и картиночки-мартиночки у них, значит, эти, эти, как это называется, грамоты шмамоты приносят. То, с одной стороны, Ицхакову хорошо с его зарплаткой, потому что у него грамоты. С другой стороны, Гриценке хорошо, потому что у него там 10 человек занимаются, но зато, смотрите, все хорошо, у нас все в этих бумажечках обклеено. А, в двухлетних конкурсах-то мы выигрывать-то можем, если мы в 8-й год занимаемся, правда? И неугодных всех убирают. Сколько они неугодных убрали, Ицхакову плевать, Гриценке плевать, потому что они там зачем? Вообще не за тем, чтобы детей учить. Вообще не за тем, чтобы до по образованию заниматься. Один для того, чтобы, как известно, картинку красивую рисовать, и себе в карман зарплату. Ну и вторая, соответственно, для того, чтобы получать свои денежки, как бы, из правильных деточек, да чтобы по бумажкам все было хорошо. Я не знаю, как работает весь центр, может быть, вещь по такой же схеме работает, делайте, что хотите, главное, чтобы все нормально было. Да, по документам, да, как у нас в полстраны. Короче, вот такая фигня. Как хорошо, ребят, что наши дети не ходят в школу, и нам вот этот вот бредятельный цирк не попадается в обычную жизнь. Такой с Зинченко столкнулись, да. Вот, это интересно. Доводим Новых Олейс, всем привет. Ну, как-то, знаете, очень странно было осознавать, что ты идешь в центр, чисто вот этот дворовой, так сказать, шараги попеть детям, чтобы развлекаться, и начинаются скандалы, интриги, расследования с одаренными мамашами и их дочками. И директор, который, ой, да что же вы, да у меня же тут все схвачено и поделено, да куда же вы лезете, да зачем у нас же все хорошо, сейчас охранника позову, он что-нибудь придумает. Из Хаков, привет, так не поступают, ты не спортсмен, извини, ты не спортсмен. Гриценко тоже, ты не педагог. В общем, все остались, заводим Новых Олейс.